Это случилось в один из дождливых вечеров весны 1908 года. В этот вечер мне сообщили, что в тайге найден убитый иноверец, у которого нашли мою визитную карточку. Дерсу. Я дал ему свою карточку, когда мы прощались. Дерсу. Как много мы с ним пережили вместе. Сколько раз он выручал меня из беды. Как много нового открыл мне в жизни. Передо мной одна за другой вставали картины прошлого. Со мной снова был мой лесной друг. Субтитры создавал DimaTorzok Мы шли сквозь тайгу уже четвертые сутки. Едва мы только тронулись в путь от станции Шмаковка, как хлынул ливень. С тех пор он почти не переставал. А ты места-то этих хорошо знаешь? Да не ошиб, хорошо. Наш проводник из местных староверов дорогу знал, видимо, плохо. Нервничал. И с каждым часом внушал нам все меньше и меньше доверия. Вскоре стало окончательно ясно, что мы заблудились. Нету. Чего? Затесок нету. Должно левее они остались. Ночь застала нас в ущелье. Невесел был наш привал. Да и место попалось неприветливое, угрюмое. Какая-то тоска чувствовалась во всем, что нас окружало. Тайга словно предупреждала нас. Нелегок будет наш путь через ее дебри к морю. Вот он лежит перед нами, глухой, дикой уссурийской край. Большое белое пятно на карте. Неведомая земля. А нам нужно сделать ее ведомой. Проложить тропу до самого Японского моря. В конце декабря нас будет ждать там корабль. А мы только в самом начале пути. Да еще потеряли дорогу. В общем, не весело было на нашем биваке. Что там случилось? Должно медведь. Ай, 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 ай. Здравствуй, капитан. Здравствуй. Садись в костру. Гостем будешь. Спасибо. Туртыгин, достань еду. Гость с дороги. Спасибо, капитан. Моя ошибка, хочу кушать. Моя сегодня, ничего не кушать. Держи. Ты кто же будешь? Китаец или кореец? Ну, я гольд. Охотник? Угу. А я всегда охотно ходил. Другой работы, понимай, нету. А живешь где? Моя дома нету. Все давно помирает. Теперь моя. Один живи. По тайге ходи. Ночь настала. Огонь клади. Палатку делай. Ложись, спи. А зовут тебя как? Дерсу-узала. Так в эту ночь я впервые встретился с Дерсу. Часы у костра пролетели незаметно. Мы проговорили до рассвета. Меня все больше и больше заинтересовывал наш ночной гость. Что это за шум? Какой-какой. Люди ходи. Надо посмотреть. Когуля always steps. Какой-какой. Кострик. Кое-какой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо тихо ходить. Чего еще ломать не надо? Хорошо, говорить тоже не надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кабаны? Стреляй не надо, капитан. И ошибка старых людей, и ухода кушает. А о каких ты людях говоришь? Его все равно люди, только рубашка другая. Обмани, понимай, сердись, понимай, кругом понимай. Все равно люди. Мне стало ясно. Берсу очеловечивал все, что видел вокруг себя. Вода, огонь, вся земля и эти дикие кабаны, все это были для него люди. Ваше благородие, отпустил бы ты меня, а? А кто же нас отсюда вывезет? Да я вижу, как получается-то. Еще с вами поплутаю, и домой дорогу не найду. У меня жена, дети. Пятеро. Ну, ладно, иди. Спасибо. Прощайте. Погоди. Возьми. Это за что же? За половину пути. Так ведь. Бери, бери. Не тебе. Детишкам твоим даю. Они же не виноваты, что ты такой. Ну, словом иди. Детишкам твоим даю. Спасибо. Возьми. Хорошо, капитан. Берсу, ты по этим местам раньше ходил? Нет, не ходил. Поезда не надо, капитан. Охотников тайга много. Летая не могу. По земле ходи. Трава топщи, след делай. Наши глаза есть. Мал-мал, смотри. Тропа находи. Твоя дерево стреляй. В дерево. Капитан, капитан, твоя, сюда стреляй. Да. А пуля нету. Такое большое дерево, а пуля мимо ходи. Ай-яй-яй-яй. Капитан, моя, так думай. Надо, так стреляй. Ты хорошо стреляешь, Дарсул. Раньше, капитан, моя шифра хорошо стреляй. Никогда пуля мимо ходи нету. Теперь моя, ал-мал, плохо стреляй. Теперь глаза хуже смотри. Старый есть. Ну, что ты так? А теперь попади, капитан. Это ружье не пулями стреляет. Ничего не понимаю. Моя видела, один ружье. Пулю стреляй. Другой стрела. А как это ружье стрелять? Моя не понимает. Это не ружье, Дарсул. Это прибор. Бусоль называется. Ну, я вот смотрю в него и рисую тропу, по которой мы идем. Зачем, капитан? Ну, после нас другие люди захотят пройти здесь. Возьмут эту бумагу и пройдут. И уж так блуждать, как мы с тобой, они не будут. Понятно? Мал-мал, понимай. Капитан, моя КВС-слова, оно лети и скоро умирай. Моя кричи. Эй, 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 эй! А послушай! И к вам бы тоже! Это моя кричи! Эль-Сузова! Эль-Сузова! И опять снова умирай. А эти слова, которые на бумагах садись, совсем умирай. Нет. И опять сложно. Ой, 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 ой! Субтитры создавал DimaTorzok Панза находи, затёжку показывай Вот пристали, черти Ты что делаешь, Дерсун? Моя так думает, есть близко, мёд есть Пчела, дорогу показывай Я давно уже почувствовал, что Дерсу непростой человек Для него тайга была знакомой и открытой книгой Полёт пчелы, голоса птиц, следы зверей, запахи, звуки Всё это были знаки, по которым он свободно читал её жизнь Надо хорошо, смотри, куда пчела летает Ай! Ай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А ну, пошел! А ну, пошел отсюда! А ну, пошел, чего смотришь? А ну, пошел отсюда! А ну, пошел! А, и ты смеешься? Дарсу, дай-ка мне карабин! Погоди, проклятый! Зачем стреляй? А на мишени эту? Она тоже, кушать хочу! Пришла, посмотри, есть охотник или нет! Наш, ходи! Она сюда на землю прыгай, Че-че осталось? Кушай! А на улетай! Другой люди ходи! Идот ходи! Барсук или мышь ходи! Мышь нет, муравей ходи! Тайга много, разные люди есть! Хороший он человек! Одно плохо нехристь, азиат! В Бога не верует! А вот поди-ка! Живет на земле все равно так же, как и я! Чудно, право! И что только с ним на том свете будет! Да тоже, что и с тобой, и со мной! Оборони, царица небесная! Я истинный христианин! А он кто? Нехристь! У него и души-то нет, а пар! Капитан! Мой надо, мал-мал, спичка, соль и рис! Ты что же, уходить от нас хочешь? Зачем, капитан? Мы с тобой, да уходи! Моя все равно, торопись никуда не надо! Спасибо, капитан! Ты вернуться сюда хочешь? Нет, капитан! Какой-какой, другой люди ходи! Фанзы находи! Сухие дрова, спички найди, кушай найди! Пропади, нету! Дерсу заботился о путнике, которого он никогда не увидит. Этот дикарь был гораздо гуманнее многих из нас. Дерсу заботился о путнике, которого он никогда не увидит. Так, ладно! Ай-яй-яй-яй! Моя трубка потеряет! Надо назад ходить! Стрелки подберут! Моя, думаю, она тут близко есть! Капитан! Это Амба, тигр! Он за нами ходи! Когда наша там сиди, Амба тут долго стой! Когда моя, сюда ходи, Амба туда прыгай! Наши надо тихо ходи! Кругом шип хорошо смотри! Пойдем к отряду, Дерсу! 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 Ты что ли трубку потерял? Смотрите, тихо! Смотрите, тихо! Не надо! Стреляй, капитан! Твоя Амба, стреляй! Моя, товарищ, не еду! О, я не еду! Моя, дорогие! Моя, дорогие! Моя, дорогия! electрая! Как же так ли Чего? Ходишь сзади, Ама. Что тебе нужно? Наша дорога ходи. Твоя мешай нету. Зачем сзади ходи? Неужели тайга вместе мать? Иди. Наша мешай нету. Уходи. Уходи, Ама. Иди, иди. Своя дорога. Иди. Иди. Уходи. Иди. Сердись не надо, капитан. Один раз моя напрасно, Ама, стреляй. Теперь шибко боись. Когда-когда моя худа будет. Теперь в наш можно дальше ходи. Ама мешай нету. Избежав схватки с тигром, мы вскоре попали в лапы болотистой Таежной реки. Порой мы с трудом проходили один-два километра в сутки. Так было в тот день, когда, промокнув до нитки, мы к вечеру выбрались из болота. Ама... Продолжение следует... Здравствуй, хозяин. Здравствуй, начальник. У тебя можно обсушиться и переночевать. Зачем начальник спрашивает? Моя фанза, его фанза. Сего? А, сего? Развючивайте лошадей. Сего топай. Пусть начальник и его люди заходят в фанзу. Это их фанза. Ихи, ихи. Вот уже два месяца, как мы идем по тайге. Многое открылось мне за это время. Что может дать России этот великолепный край, когда железные дороги соединят его со всей страной? Дух захватывает. Но как мало еще сделано нашей экспедиции. Скоро осень, дожди, а впереди еще столько работы. Зачем так тихо? Никто по миру нету. Мало-мало смеять можно. Мало-мало песню пой. Тогда моя. Петь будет. Мало-мало песню. Долго-ботцам да будешь и Ра-на-ра-ни-на-ра-ни-на-на Ра-на-ра-ни-на-ра-ни-на-на Мало-мало песню. Мало-мало песню. Мало-мало песню. Теперь твоя. Пой. Нет, Дирсу. У меня голоса нет. А ты? А ты, капитан? Я? Ну, хочешь, я тебе сказку расскажу? Сказка? Давай сказка! Ну, слушай. Ага. Жил-был на свете бедный старик со своей старухой. Фанза их стояла на самом берегу моря. И вот однажды старик пошел к морю, закинул сети и вытащил... Большую киту? Ха-ха-ха. Нет, Дирсу. Вытащил он маленькую рыбку. А-а-а. Но не простую. А золотую. Большую рыбку. Правий, не волновesh. Пер users. Если звучит, то включите их на морю? На этот раз ничего не ответила рыбка, а уплыла в море. Ай-яй-яй, обижайся! Да, вернулся старик и видит опять свою старую фанзу, а возле нее жадную старуху и разбитая корыта. Верно твоя говори, капитан, такой баба много есть. Ай-яй-яй-яй, бедный старик. Делал вам водка, бросил на эту бабу и кочевал в другое место. Владимир Клавович, а наш хозяин фанзы какой-то подозрительный. Почему? Что-то они там бегают, прячут. Что прячут? Не знаю, пойдемте, сами посмотрите. А почему гости не спят? Не спит, сэр. А куда гости идут? Кожа, жилы, панты. Тут их на тысячи. Сколько зверей загублено? Скоро, худой люди, все кругом совсем кончай. Олень, соболь, пенка, все пропади здесь. Моя так думает. Такой люди, как та баба. Чуть-чуть есть, мало. Всего много есть, опять мало. Все хочу кругом кончай. Где ловушки, которыми ты ловишь изюбров? Там он. Ай-е. Утром покажешь. Владимир Владимирович! Горьков! Помогите! Бурзин! Бурзин, где ты? Я здесь! Вот он. Что с тобой? Нога. Сейчас. Подожди. А ну, Дягов, помоги ему. Как же ты? Осторожно. Осторожно. Не зацепи ногу. Тихонько, ребята. Тихо. Поднимай. Ну? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Десять. Хорошо. Десять. Но если я найду одиннадцатую, закопаю тебя в ней живьем. Тридцать яма. Вот теперь это похоже на правду. Правда, национальник, правда. Владимир Клавович! Идите сюда. Подсобить надо, тварь. Сколько таких лесных красавиц истребили в тайге браконьеры. Перед нами был один из самых жестоких хищников тайги. Я обязую сдать русской администрации все хищническим путем добытые олени-шкуры, жилы и панты. А сам обязуюсь покинуть Уссурийский край навсегда. Подпиши. И не советуй меня обманывать. Я еще вернусь сюда и проверю. И думаю, что тебе лучше со мной не встречаться. А теперь иди сюда. Даю тебе два дня срока. Два дня я буду здесь сидеть и ждать. Возьмешь своих работников и закопаешь все ямы до одной. Наступила осень. Природа, как бы сопротивляясь осенним холодам, осветила листву изнутри горячим золотым жаром, раскалившим ее до красна. Мы шли близ подножия знаменитого сихоты Алинского хребта. Но как не была сильна власть этой красоты над человеческой душой, мы все же думали о другом. От сихоты Алини до моря лежал еще большой путь. Успеем ли пройти его до зимы? Марков вода large! Успеем ли hanya к чайу? сжеем листики? uzne Спасибо, хозяйка. Ну, не ругайся. Еще сорвешь, тебе сподручнее. КОНЕЦ Капитан, его был панцуй, шейшенщик. Худой, люди его, стреляй. Шейшень, забирай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Так вот он, этот легендарный корень жизни Из-за которого, как я только что видел Люди в тайге убивали друг друга Предание говорит, что Женьшень Дается в руки только тем, у кого чистая совесть На этот раз Корень жизни был действительно в таких руках Женьшень! Ваша знай, кто сарь лесных зверей Это Амба А сарь морских зверей Дракон А сарь всех Лесных растений Женьшень Капитан, у нас так говорит Кто мал-мал Корень кушай Тот становись Сильный Смелый Вот бы тебе, Тортыгин А? Я и без Женьшеня Ничего Силы А, саля А, саля А, саля А, саля Твоя, чё-чё, понимай? Нет. Это и зубы ключи. Смотри. 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 Ваше, понимай, какой люди кричи? Это изюбр, только старый. Нет, это амба. Её шибко хитрый. Вот так постоянно изюбр обмани. Изюбр теперь, понимай, нету, какой люди кричи. От, 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 от! От, от! 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 Версу! Версу! Версу, ты знаешь, что это? Чёрный камень. Это уголь. Туртыгин! Ставьте бивак у скалы и сушитесь. Ждите меня. А я поднимусь немного на вере. Дай молоток. Капитан, можно там. Надо туда ходить. Видишь ли, Дерсу, я хочу знать, откуда вода принесла этот камень. Камень тяжелый, вода его долго нести не могла. А там его может быть очень много. Моя тоже. С тобой ходи. Субтитры сделал DimaTorzok По берегу ходи. Вода есть. Ныряй. День уже был на исходе, а мы не нашли еще никаких признаков черного камня. Вернуться или искать дальше. Я решил продолжать поиски. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Адверсу, видишь? Зачем твоя радость, капитан? Моя много раз находила такой камень и бросали. Ты ничего не понимаешь. Когда-нибудь сюда придут люди, построят заводы, фабрики, город вырастет. И все потому, что здесь уголь. Что ты на меня так смотришь? Не веришь? Но это будет. Будет. Капитан, твоя мал-мал заболеть. Нет, ничего. Пошли. Надо немного отдохнуть. Полезнь совсем проходи. Тогда наши можно дальше ходить. Нет, надо идти. Скоро зима. Видишь, сопки уже снегом покрылись. Надо скорее к морю выходить. И потом нас отряд ждет. Будут беспокоиться. Пошли. Моя как ладно, так ладно. Капитан, вставай. Вставай, капитан. Сюда огонь ходи. Наши над другой стороны, а река качунь. Капитан. Никуда идти. Надо быстро качунь. Огонь совсем близко ходи. Торопись надо. Капитан. 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 КОНЕЦ 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 Лирсу, планшет! Планшет где? Зачем кричать? Кричать не надо, капитан! А мне показалось, что мы его потеряли. А ведь в нем все, ради чего мы здесь. Кто же вы? А почитай, что беглый, барин. Вот безземелья из Владимирской губернии бежали. Да, земли здесь много. Много, барин. Да только чтоб, Никита, все мы с голоду подохли. Дикие кабаны огороды вытоптали, тигр-коров позадрали. На все наше село одно ружгишко, три патрона, мелкой дробью заряжены. Смех и слезы, барин. Потерпите. Терпим, ох и терпим. Да только и терпение конец приходит. Ну, спасибо тебе, добрый человек, за приветливость, гостеприимство. Смеешься, барин. Нечем нам нынче хороших людей встречать. Обеднели и разбогатеемли. Ничего, разбогатеете. Руки-то вон есть у вас. А земля-то только ухода требует. Ну, прощай. Прощай, барин. Дьяков. Достань патроны. Прими. Да что ты, барин. На память. Да не что можно такие-то подарки. Ну, бери. Бери, батя. Дают, бери, а бьют, беги. Прощай. Постой. Слышь ты, постой. Чего тебе? Кого в святство-то записать? Молиться за кого? А, Владимиров зовут. Отца Клавдием. Слышишь. Ай-яй-яй-яй-яй. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Зачем его? Чужой соболь бери. Хочешь соболь ловить? Своя ловушка став? Нет, его совсем лицо нету. Его тайгангу поймать, моя жалей нету. Его шибко худой люди. КОНЕЦ Бахдев, капитан. Здравствуй, капитан. Здравствуй, хозяин. Здравствуй. Заходи моим пазом, гостем будешь. Спасибо, мы торопимся. Хотели бы до весны у вас оставить лошадей и купить лодку, бат. Батом хотите комору пустить? Опасно. Река замерзает. Ну, волков боятся в тайгу не ходить. Ты веселый человек. Тогда что же, капитан, вставляйте лошади, самое хорошее батом берите и выезжайте. Чего на? Везе бугле? Зьяков, развючивайте лошадей. Капитан. Смотри. Ни-та. Писенги. Та у тебя же никак панта. Пикак пы. Чистеньги жомюгу, утий. Чистеньги жомюгу, но зямен, гаган, завадямга. Жомюгу, каля. Слежи, пареньо. Дарсу говорит, что гость этого человека вор. Он украл чужого соболя. Дарсу говорит, что гость этого человека вор. Нельзя нарушить святой закон тайги, говорит утугеец. Он требует, чтобы человек, который украл, навсегда покинул эти места. Вот диво. Выходит, что в тайге плохому человеку скрываться труднее, чем в городе. Чудеса. Вот деньги за бар. Не надо, капитан. Почему? Оставляйте в ад на берегу. Но если что... Мы сами заберем. Если что-нибудь случится. Здесь бы вы сами живы остались. Такие леса много. Новый будем. Ну, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Плыть становилось все труднее Морозы усиливались Пройдем ли мы по узкой полоске воды, сжатой снегом и льдами? КОНЕЦ Все чаще на нашем пути встречались участки сплошного льда. Тогда мы тащили бад волоком до тех пор, пока снова не появлялась вода. Так продолжалось уже несколько дней. Почему мы не бросили лодку? Пешком одолеть этот путь было бы еще труднее. КОНЕЦ 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 Вместе с Батом под лёд уходило всё наше имущество. Тёплая одежда, обувь, запасы продовольствия. На семь человек у нас осталась одна винтовка, восемь патронов и несколько сухарей. Тёплая одежда, обувь, запасы продовольствия. Метель не унималась уже три дня. Метель и голод шли за нами по пятам. Хотелось лечь прямо в снег и ни о чём не думать. Это был опасный признак. Пока двигаются ноги, надо идти. Во что бы то ни стало идти, если можно сделать хотя бы один шаг вперёд. Владимир Клавдич! Владимир Клавдич! Нет большей сил! Ну что ж, переночуем здесь. Друзья мои, сегодня 1 января. Новый год. Братцы! 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 Сегодня же праздник! Слышь? Твоя говорит, праздник? О-о-о! КОНЕЦ Еще вечером я заметил это дупло. Если нам и суждено умереть, пусть останутся наши записи. Они пригодятся тем, кто когда-нибудь пройдет по нашей тропе. Нас было семеро. Я начальник отряда Арсеньев. Мой проводник Дарсу Узала. Стрелки. Туртыгин. Загурский. Мурзин. Бочкарев. Кожевников. Дьяков. Так мы встречали этот Новый год. Мы встречали этот Новый год. Владимир Владимирович, и ты, стал быть, не веришь, что живыми останемся? А кто это тебе сказал? А я и сам вижу. Не верь. Да, я не знаю, что с нами будет дальше. Но я не хочу, чтобы пропали наши труды. Ведь тогда кому-нибудь все придется начинать сначала. Это ты понимаешь? Понимаю. Это-то я понимаю. А что же тебе непонятно? Ты мне непонятно. Ну вот, солдаты, приказали, пошли. А ты ради чего эти муки принимаешь? Ты человек ученый, мог бы сидеть дома в тепле и не голодать? Не пропадать черти где? Скажи, мог бы? Мог бы? Так зачем же ты притащил нас сюда? Кому это, забытые богом и людьми, тайга понадобится? Народу. Народу. Царю стало бы, так у него и без этой тайги. Вон она, в России чекотая. Яков, Яков, смотри, видишь? Вижу. Вижу. Чайки. 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 Ура! 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 Путешествие было закончено. К нашей радости примешивалась и грусть. Трудно было расставаться с Дарсу. Прощай, Дарсу. Прощай. Вот, возьми на память. Прощай. Я ведь знаю, отчего ты грустный. Ты много помогал мне. Много раз выручал меня из беды. Я перед тобой в долгу. Поедем со мной. У меня найдется для тебя и крыша, и хлеб. Поедем. Будем жить вместе. Капитан, теперь моя говори. Твоя мал-мал слушай. Спасибо, капитан. Шибко спасибо. Что ты, Дарсу? Это я тебе должен кланяться. Подожди, капитан. Моя еще... Говорить кончание этого. Возьми. Не нужно, Дарсу. Этот корень лечит старость. А я еще молодой. Ну, скажи, пожалуйста, зачем он? Моя... Шибко хочу его тебе подарить. Ну, спасибо. Спасибо. А в гор, капитан, моя живи не могу. Моя как амба, тигр. Клетка живи, скоро умирай. Моя снова... Тайга ходи, сокы лови. Умирай, нету. Ну, что же. Тебе виднее. Здесь написано, где я живу. В Хабаровске. В любое время, когда ты захочешь, приходи ко мне. Я буду тебе очень рад. Ну, прощай, Дарсун. Дай бог тебе всего хорошего. А я никогда не забуду то, что ты для меня сделал. Оставь винтовку себе. Ну, а патроны и... Все, что тебе нужно, Дьяков сейчас привезет. Спасибо. Прощай. Субтитры создавал DimaTorzok Прощай, Дарсун. Я всегда буду помнить тебя. Я не забуду твоих уроков. И если хватит у меня сил, постараюсь рассказать людям о твоем добром, отважном и мудром сердце. Прощай, Дарсун.